здравствуйте хочу предложить вашему вниманию связать немножко необычный стример из остатков материалов мне оставалось вот кусочек пенки и вот такая блестящая пленочка мы сейчас с нее изготовим небольшой хвостик я приклеил пленку и теперь сейчас сделаем сегменты нить я возьму крепкую но тонкую я планирую по величине своего крючка выполнить 3-4 сегмента а вы уже после того как мушка наша будет готова сами потом выберите для себя величину я думаю уже вот достаточно и делаю здесь завершающий узел просто я хотел бы на примере этого видео показать что изготавливать мушки можно практически из всего что вы найдете для себя под руками главное чтоб вы знали для какой рыбалки что вы изготавливаете вот у меня получилось вот такое сегментированное тело убираем нашу иголочку я использую крючки фирмы страйк потому что в данный момент у меня нет возможности приобрести что-либо другое тимку 200r к нам уже не завозят теперь примерим немножечко наших импровизированная крылышко я буду изготавливать тело для тела я буду использовать остатки дабинга который у меня остался из под шерстка сперва нанесем пару капельное цевьё клея и почти до загиба я промотаю ниткой чтобы хорошо закрепить про армировать наше цевьё наше цевьё возвращая обратно и здесь для сегментирования я беру остаток я уже использовал вот такой силиконовой резиночки вы ее можете или специально взять или как обычно она всегда остается в остатке подхватили и в натяжку по всему цевью я прихватываю почти до середины загиба сколько будет позволять крючок подхватили я немножечко разверну крючок чтобы было удобно мне ну вам будет видно вот так беру остатки даббинга черного цвета и до примерно грудки импровизированная которая у меня будет находиться вот здесь я промотаю даббингом сформирую умеренно жирное тело даббинг можно использовать как кролик так и вот как у меня остатки меха песца от шерстка если есть какой-либо искусственный пожалуйста используйте для вязания подойдет любой мелкий хороший даббинг вот мы провязали до уровня крепления наших крылышек и грудки я здесь сделаю узелочек чтоб ниточка моя никуда не делась и по всему телу я сделаю сегментацию как всегда у загиба я выполняю полный оборот но обмотку выполняем не сильно натягивая так чтобы расстояние между обмотками было равное и хорошо проступал мех я изготавливал таким способом тело делал мушку тенкару довольно таки понравилась мне такая рассветка и на одной из рыбалок попробовал сделать вот такой эмиджер чтоб покрупнее было сеять мелочь которая не давала рыбачить довольно таки удачная и хорошая модель закрепили поставили крючочек в удобное опять положение вот у нас вышло вот такое симпатичное тело примерим наш наш хвостик импровизированный вот где-то вот так да прихватываем его в одной точке учитывая то что нитка у меня достаточно тонкая я буду производить значительно больше оборотов для того чтобы не порезать ту часть которая которую я креплю вот так вот так и самое главное здесь убираем остатки подклеим и нам необходимо нашу пеночку подвернуть вверх для того чтобы потом она у нас выступила вроде в роли это покрывного чехольчика промажем и в этом положении закрепим материалы которые у нас остались сейчас уберем вот так оставляем в таком положении и теперь здесь я буду формировать хорошую такую грудочку из даббинга для того чтобы потом поверху намотать перышко павлина если мы начнем сразу наматывать у нас не выйдет такая пышная и хорошая грудь поэтому для начала я добавлю даббинг никаких блестящих больше элементов я не добавляю вот то что есть этого вполне достаточно и здесь проматываю довольно таки хорошо жирно объемно так как я изготавливал стрекозу формируем здесь хороший шарик сформировали и теперь для того чтобы закончить грудку я креплю здесь перышко павлина и пером павлина я выполню здесь хорошую обмоточку вот сколько будет нам позволять место стараемся ее сделать хорошей и жирной так как в процессе рыбалки рыбка все равно у нас уменьшит убрали остатки и теперь я остается разные вот такие остатки перьев я из одного из перьев сделал вырез вот такой типа ласточкиного хвоста и здесь буквально где моя грудка так чтобы сильно не нарушить сейчас мы поправим разведем вот так чтобы сильно не нарушить наши крылышки я их слегка подхватываю по краям и начинаю отсюда подхватывать подхватил проверим наш чехольчик очень даже симпатично теперь для того чтобы наше крыло дальше никуда не уходила не играла и нормально держалась я подклею нашу пенку промажу клеем вот так и промажу наше перо и здесь же для того чтобы окончательно закончить мушку я креплю остатки перышка вот такого гризли которого у меня есть для того чтобы придать имитацию изготовить лапок перышко желательно наматывать так чтобы бородки все шли вперед подхватили и теперь здесь я совсем совсем немножечко добавлю красного синтетического вот такого даббинга или оранжевого для того чтобы привлечь нашу рыбку еще дополнительно сделаю ей имитацию грудки своеобразную он не тонет и довольно таки хорошо подвержен всем зубам хищников мирной рыбы поэтому в данный момент как раз здесь ему место и теперь я возьму здесь намотаю два три оборота больше нам не надо потому что лапки я все равно зачастую подстригаю ничего пока не трогаем здесь я беру отвожу вот так верхние бородочки еще раз так как клей впитался промажу пеночку и теперь окончательно закреплю ее здесь вот так отлично все у нас хорошо теперь мы можем спокойно удалить остатки перья промажем теперь нашу нить и в районе головы окончательно сделаем завершающий узел подкрашивать будем потом я немножечко проклеил нитку сделал завершающий узел ничего здесь мы не подкрашиваем так как смотреть будет неудобно если у нас чехольчик будет какого-либо другого цвета как вы видите из остатков материала очень быстро можно изготовить что-то напоминающее и личинку и вернее и саму стрекозу и комарика и кого угодно очень удобная приманочка так как она почему я ее назвал эмиджером сам хвостик если изготовить из пряжи которая не намокает тогда нормально она не погружается но при намокании так как в моем варианте я так и планировал она у меня погружается по хвостике шляпку держится на лапках а эта часть у меня находится жало в крючке такая величина была изначально задумана для того чтобы как-то отсортировать ту рыбу которая в другом мелком варианте просто не давала прохода и уклейка и густера и верховка и красноперка довольно таки уловистый и привлекательный наш эмиджер благодарю вас за внимание всего вам хорошего